Информационная картина дня в новостях нашего города. Здравствуйте. 12 июня страна отмечает свой главный праздник – День России. В канун торжества жители Ноябрьска поздравил первый заместитель председателя законодательного собрания региона Николай Яшкин. Он отметил, что именно с 12 июня пошел отчет новой истории современной России. И за это время было немало сделано для того, чтобы жизнь россиян в целом и ямальцев в частности с каждым днем становилась все лучше. У нас свободная страна, сильная страна. Не всем она нравится, но тем не менее никогда Россия не склоняла головы. А россияне в трудные минуты всегда находили силы, внутреннее единство для того, чтобы быть вместе, решать все задачи вместе. У нас сильный, перспективный, хороший, красивый регион – наш Ямал. Поэтому в этот день, день, праздничный день, хочется пожелать всем всего самого-самого доброго, здоровья, успехов, хорошей работы. С праздником всех, всего самого доброго. С Днем России сегодня земляков поздравил и коллега Николай Яшкин, депутат окружного парламента, генеральный директор «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков. Уважаемые жители Ноябрьска, от имени коллектива «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» поздравляю вас с Днем России. Это праздник один из самых молодых в нашем календаре, но он приобрел огромное значение как символ гражданского мира и согласия, единения людей, сотен национальностей во имя процветания Родины. Сегодня народ России, как никогда в новейшей истории, сплочен вокруг идей патриотизма и величия нашей страны. Мы гордимся нашей историей и культурой, своими достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. Мы уверены, что сейчас у нас достаточно энергии, мудрости и терпения, чтобы сделать Россию сильной державой, а ее граждан богатыми и счастливыми людьми. И каждый, от руководителя самого высокого ранга до начинающего рабочего, ежедневным трудом вносит свой вклад в общее дело на благо нашей страны. Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, крепкого здоровья на долгие годы, успеха и благополучия. В День России, 12 июня, в городе введен усиленный режим охраны правопорядка. Более 100 человек, это сотрудники МВД, частных охранных предприятий и представители казачьего общества, будут следить за безопасностью горожан. В Ноябрьске вновь ограничат продажу спиртосодержащей продукции. За реализацию алкоголя в этот день продавцы будут наказаны штрафом до 5000 рублей, индивидуальные предприниматели до 40 тысяч с конфискацией запрещенной продукции. Основные торжества пройдут у городской администрации. Как следствие, здесь будет ограничено движение транспорта. Ограничение и перекрытие дорожного движения, значит, 12 числа, период, наверное, с 11 до 18 часов. Поэтому, опять же говоря, об этом хочется обратиться к автовладельцам. Естественно, будут некие неудобства созданы, но, тем не менее, праздник есть праздник, и поэтому, конечно, нужно где-то сразу же продумать маршруты движения транспорта для того, чтобы стоять в пробках и так далее. В этот же день, 12 июня, у городского фонтана пройдет благотворительная ярмарка в поддержку Артема Бельченко. Напомню, жителю Ноябрьска был поставлен страшный диагноз – рак крови. Позади уже два курса высокодозной химии. Впереди еще три операции по пересадке костного мозга, а после – длительный период реабилитации. На все это нужны немалые деньги. Благодаря помощи и поддержке друзей и коллег ноябрьских полицейских, Артему удалось собрать средства на поездку в Тюмень, где он сейчас и проходит лечение. Но денег все равно недостаточно. Еще раз повторю, 12 июня на площади у городского фонтана друзья и коллеги Артема организуют благотворительное мероприятие, на котором представят мыло ручной работы, игрушки, буклеты из конфет, кондитерские изделия и многое другое. Чтобы вернуть Артема Бельченко, к здоровой жизни требуется собрать около 5 миллионов рублей. В настоящее время собрано около 640 тысяч рублей. Это с тем, что из этих денег мы уже приобретали Артема дорогостоящие препараты, потому что нашей семье этого не потянуть. Один препарат на неделю у него стоит около 40 тысяч рублей. В нашем ЦГБ нам было выдано 4 упаковки, то есть это на 4 недели. Сейчас здесь больница уже не берет на себя такие расходы. И впереди у него перерыв. Нам вновь придется приобретать этот препарат за свой счет. Мы очень сильно надеемся на то, что Артем поправится, то, что у него все будет хорошо. На это нам дают надежды и наши лечащие врачи. Мы надеемся, что он выдержит это тяжелое лечение и выздоровеет. Подходит к концу самая короткая рабочая неделя июня. Впереди три выходных дня – 12, 13 и 14 число. Трудовые будни начнутся с понедельника, 15 июня. В День России в ноябрьске состоится официальное открытие купального сезона. Правда, погода об этом, видимо, пока не знает. По данным метеорологов, завтра температура воздуха прогреется максимумом до 15 и станет накрывать дождь. В году нынешним, как и в предыдущем, единственным пригодным и безопасным местом для заплывов является пляж на озере Светлое. Окунуться там можно будет до 16 августа. Именно в этот день состоится и закрытие пляжного сезона. Продовольственный кризис Ямалу не грозит. Сегодня в Надым и Стюмени были доставлены около 100 семей среднерусской породы пчел. Ямальские пчеловоды, как бы странно ни звучало, это словосочетание скорым временем приступят к обустройству пасеки и установке трех специальных передвижных павильонов. Все необходимое оборудование уже подготовлено. Размещаться пасека будет в окрестностях Надыма. Синоптики прогнозируют теплое лето, а значит шансы собрать хороший урожай заметно возрастают. Добавлю, успехи надымских пчеловодов отмечены не только в автономном округе, но и за его пределами. Арктический мед уже несколько лет входит в ямальскую экспозицию на международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. И специалисты утверждают, что северный мед отличается от всех известных российских сортов не только вкусом, но и имеет ряд уникальных лечебных факторов. А вот некоторые другие продукты питания полезными не назовешь. Речь сейчас идет о японских блюдах. В ноябрьске они небезопасны. Это выяснилось в ходе плановой проверки пунктов общественного питания, которую провел Роспотребнадзор. Весь перечень проверенных заведений можно увидеть на официальном сайте прокуратуры Ямала. О результатах инспектирования рассказали специалисты Роспотребнадзора. Владельцам одного из популярных суши-баров города выписано предписание и штраф в размере 30 тысяч рублей. Должностных лиц наказали на 10 тысяч. Оказалось, что в приготовленных роллах, таких как Филадельфия, Вулкан, Есаймаки, Камильфо, были выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Это коснулось и некоторых видов салатов. Были выявлены ряд нарушений, такие как касаемые оборудования. Это недостаточно, не выделено было место для разделки серой птицы, не было стола. Затем объемно-планировочные решения не предусматривали последовательность потоков, то есть встречался поток готовой продукции и использованной посуды. Также при входе в зал на полу были косметические дефекты. А вот чем питаются ямальцы-срочники, которые проходят службу на флоте, в начале июля выяснит главная солдатская мама региона Людмила Буряк. Она планирует очередную поездку в Севастополь, где служат порядка 60 человек со всего Ямала. Кстати, это будет первая поездка Буряк в Севастополь, как в российский город федерального значения. Программа мероприятия стандартная, комитет организует для моряков экскурсию по городу, привезет им сладкие подарки из дома и познакомится с командованием флотилии. Я обращаюсь к родителям, к тем, у которых сыновья проходят службу в Севастополе, позвонить в комитет солдатских матерей и уточнить, когда мы сможем в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить те вопросы, которые волнуют родители. Кто такие блогеры и почему они всегда готовы принять вызов? Как проводят свое трудовое лето подростки Ноябрьска? Кем бы стал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, если бы жил в наше время и как научиться вязать за считанные минуты? Во всем этом в очередном выпуске программы «Фишка» в пятницу в 2020 на телеканале «Ноябрьск-24» и «Воскресенье» в 19.30 на ТНТ. Уже скоро в Ноябрьске свои двери распахнут два новых спортивных объекта. В рамках программы социальных инвестиций «Газпромнефть.Родные города» у нас появится новый ледовый дворец и футбольный стадион с центром «Единоборск». Сдача объектов запланирована на осень этого года. Готовность объектов проверили генеральный директор «Газпромнефть.Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков и глава администрации Жанна Белотская. Центр «Единоборств», прилегающий к футбольному стадиону, оборудован рингом для бокса и двумя залами для борьбы. Здесь будут проводиться соревнования различного уровня, а современное покрытие футбольного стадиона позволит в зимнее время трансформировать поле в рядовый каток. На день открытия этого объекта, в канун Дня города, Дня нефтяника, мы привезем сюда и несколько наших знаменитых футболистов, футбольных клуба «Зенит», и кубок привезем, чемпионов России, и мы даже постараемся перевести на день открытия Ледового дворца, чуть попозже, кубок чемпионов России или кубок Гагарина, который завоевал Питерский СКА, который тоже сегодня является нашим, можно сказать, подшефтным клубом. По сути, по своему полю готово, значит, нам остается сделать беговые дорожки. То есть это у нас укладывается два слоя асфальта, дальше выходят наши специалисты, укладываем здесь покрытие. Покрытие итальянское, Мондо, на котором проводятся, в общем-то, чемпионаты мира. Строительство еще одного уникального, не только для города, но и для округа проекта, Ледового дворца «Авангард» также подходит к концу. Выполнены все общестроительные работы, сейчас идет монтаж технологического оборудования и обустройства Ледовой арены. Дворец соответствует стандартам качества современных спортивных объектов. Каток 60 на 30 метров, трибуны на 400 зрителей. Раздевалки приспособлены в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут тренироваться будущие мастера хоккея, фигурного катания и шорт-трека. Застройщик должен сдать объект до 3 сентября к празднованию Дня работников в нефтяной и газовой промышленности. Это значит, что уже осенью «Авангард» примет в своих стенах юных любителей зимних видов спорта. Убедиться в уникальности проекта смогли те, ради кого и строят в ноябрьске новый Ледовый дворец. С юными фигуристами масштабы дворца оценила наша съемочная группа. На этой стене будут находиться зеркала, где вы сможете, как бы сказать, видеть себя и танцевать. Именно здесь фигуристы с хореографом будут оттачивать элементы своих программ. Собственный танцевальный зал с большими зеркалами – их давняя мечта, признаются спортсмены. Сейчас для тренировок детям приходится кочевать то в одну, то в другую часть города. Здесь же танцевальные спортивные залы и каток будут находиться в одном здании. В спортивном зале полным ходом идут отделочные работы. Совсем скоро установят современные тренажеры. Софья Огурцова предложила строителям свою помощь, чтобы ускорить процесс косметического ремонта. С таким нетерпением девочка ждет своей первой тренировки в новом здании. Подарок нефтяника в городу, новый спортивный объект, юные фигуристы оценили очень высоко. Дети и родители с интересом осматривают каждую комнатку. Теперь они знают, где будут находиться раздевалки с душевыми, помещения для инвентаря и кафе, где можно будет отдохнуть после тренировки. Сегодняшний экскурсовод, начальник строительства Евгений Волков, рассказал детям об особенностях этого ледового дворца и показал новейшее оборудование комплекса. Например, благодаря продуманной системе вентиляции посетители смогут чувствовать себя здесь комфортно в любое время года. Если с улицы прямо вкачивать воздух, то вам просто холодно здесь будет дышать. Она его подогревает, очищает от пыли. Тут у нас что-то еще проблема какая? Очень много песка. И вот этот песок весь из воздуха вычищается. Осушивается, то есть доводится до идеальной влажности. То есть он получается не сухой, не влажный, чтобы вам было легко-легко дышать. И поэтому, когда вы будете тренироваться, вы будете дышать прям вот воздухом свежее, чем на улице. Новый каток даст возможность действительно стремиться к уровню своих кумиров, олимпийских чемпионов, признаются фигуристы. Не успев войти в зал ледовой арены, девочки пробуют исполнять спортивные элементы. Каток площадью 60 на 30 метров в скором времени позволит как следует оттачивать свое мастерство. Двойные прыжки. А была возможность проработать двойные прыжки в одному же? Не совсем. А почему? Потому что было мало места, и все ездили, и не было возможности. Мне понравился очень лед и зал, потому что у нас маленькие залы, и там ногу поднять не получится высоко. Мне понравилась гардеробная, как там будет после тренировки душ и очень большая раздевалка. Впечатляет, конечно, зал хореографии, это потому что наша мечта рядом со льдом, в одном месте. Это, не знаю, хотелось бы дожить до таких уж перемен больших. Сейчас недостаток тренировочного времени, а это 3-4 месяца вместо положенных 11, плохо влияет на уровень подготовки и, как следствие, на результат соревнований. Но, несмотря на сложности, дети хотят на лед. Сейчас в ноябрьске фигурным катанием занимаются более 90 мальчишек и девчонок. Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» уже совсем скоро заняться зимними видами спорта в нашем городе смогут гораздо больше детей. И свои первые шаги на новом катке чемпионы сделают уже этой осенью. Спасибо! Юлия Москалик, Александр Иванов. Новости нашего города. Благодарность за спасенные жизни. Звание почетный донор России в этом году удостоились 16 ноябрьцев. В отделении переливания крови им вручили правительственные награды. И теперь в ноябрьске проживает 482 почетных донора России. Это те, кто делились кровью более 40 раз или более 60 раз создавали плазму для нуждающихся пациентов. В среднем, чтобы получить почетное звание, необходимо систематически посещать пункт сдачи крови раз в два месяца в течение 5-6 лет. Сегодняшнее торжество приурочено ко Всемирному дню донора. Он отмечается 14 июня. Хотелось, не знаю, помочь, наверное. Интерес был какой-то свой, как это происходит. Знакомым были почетные доноры, рассказывали о них. И вреда в этом я не видел никакого. Сдаю, потому что дарить сердце, кровь свою. Людям это, ну, читаю, достойное занятие для достойных людей. Звание почетного донора дает право на определенные льготы. Часть льгот монетизирована, и доноры получают денежную компенсацию в нашем собесе. Отпуск удобное для донора времени и получение льготных путевок по месту работы. И на этом у меня пока все. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Магазин «Каприс». Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00. Ждем ежедневно с 10 до 21.00.